Очистка рек естественным способом. Миф или реальность? Виктор Шаубергер более 60 лет назад нашел способ, как можно очистить воду в реках и водоемах естественным путем, если правильно использовать огромную силу самой воды. С детства, проводя много времени в лесах и наблюдая за природой, Виктор старался понять происходящие в ней процессы. Вода не любит солнечного света, и под лучами солнца становится уставшей и ленивой. А ночью, и особенно при лунном свете, свежей и живой. И поэтому начало источника в естественных условиях всегда находится в тени или глубоких расселенных скал. А растущие по берегам рек кусты и деревья создают тень, защищая естественным образом текущие воды. Под воздействием солнца родники начинают иссякать. Виктор видел гармонию воды и леса и понимал, что без леса не будет и воды, а без здорового леса – здоровой воды. Он обнаружил, что подъемная сила воды достигает максимума, когда течение воды свободное, а ее температура низкая. Наблюдая за форелью, увидел, что она может замирать в самых бурных горных потоках, способна подниматься по водопадам и выпрыгивать высоко из воды. Это дало возможность обнаружить, что естественная текущая вода создает завихрение, очищающее ее структуру, и производит энергию, которая направлена навстречу движению воды. Эту энергию, схожую при завихрении торнадо, когда воздушные массы выносятся наружу, чтобы снова втянуться вовнутрь, и использует форель, поднимаясь по водопаду, как бы втягиваясь в водяное торнадо. А холодной лунной ночью зимой Шаубергер обнаружил, что тяжелые камни диаметром 15-25 см поднимались со дна на поверхность, покачиваясь на ней. Так он обнаружил силу воды, позволяющую форели высоко подпрыгивать. Позже, в ходе исследований, установил, что поднимаются лишь отшлифованные яйцеобразные камни, а угловатые продолжали оставаться неподвижно на дне. Виктор понял, что, используя простую яйцеобразную конструкцию, можно создавать водные завихрения в реках, смешивая холодную грунтовую воду с теплой поверхностной, регулируя в реках правильную температуру. Он знал, что на поведение течения воды влияет ее температура, и при температуре плюс 4 градуса по Цельсию вода обладает наилучшими свойствами. Если температура воды повышается, то качество биологических показателей и энергетика воды ослабевают. Вода теряет подъемную силу, и в ней появляются патогенные микроорганизмы. Если присмотреться, то можно увидеть, что даже по гладкому стеклу вода стекает не по прямой линии, а завихряясь. По словам Виктора, вода не течет, а провинчивается вперед. Река же вращается в своем русле, и чаще всего образует водоворот на изгибах. Пройдя поворот, река в естественной среде начинает вращаться в противоположную сторону, ускоряя вращение до следующего изгиба. Виктор обозначал смену поворотов в одну или другую сторону, а также расположенные между ними броды, как генератор бродов или речной генератор. И эти повороты можно искусственно создавать, используя яйцевидные валуны. Виктор разработал способ очистки рек Дунай и Рейн, но его предложение не было принято, и ему не дали реализовать его. Для жителя цивилизованного мира будет удивительно услышать то, что Виктор Шаубергер был противником поднятия грунтовой воды наверх посредством насоса или скважины. Он говорил, что такая вода непригодна для питья, ведь она еще не дозрела для того, чтобы быть пригодной, и должна находиться еще под землей. Пить можно только ту воду, которая самостоятельно поднялась на поверхность и завершила все циклы своего подземного формирования. Виктор сделал много открытий, способных помочь человечеству, и руководствовался тем, что задача техники не исправлять природу, а строить по готовому образцу. Но эта тема уже другого выпуска. Вам интересно узнать об открытиях, сделанных Виктором Шаубергером, и его революционных технологиях? Пишите об этом в комментариях, а также ставьте лайки. Если мы увидим интерес к изобретениям Шаубергера, а также наберем тысячи лайков, мы обязательно выпустим еще одно видео о его открытиях. Приглашаем ученых и всех заинтересованных лиц к обсуждению возможностей очистки рек естественным способом, который открыл миру Виктор Шаубергер. Если вам известны другие способы очистки рек, пишите об этом в комментариях под видео, а также присылайте информацию на почту info.sobakageocenter.info с пометкой для климат-контроля. Подробнее о климатических событиях в мире и решении климатических глобальных проблем читайте на сайтах geocenter.info, allatravesti.com и allatradefiscience.org, а также в докладе ученых AllatRa Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. А также ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии внизу под видео и делитесь им со своими друзьями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok